Сегодня в зале администрации района состоялось первое в этом году заседание антинаркотической комиссии, на котором присутствовали члены комиссии, первый заместитель главы района Руслан Немыков, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзаур Гишев, начальник управления культурой Рауф Хуря, врач-нарколог Кашхабской центральной районной больницы Каплан-Лиев, главы сельских поселений. Заседание прошло под председательством главы района Заура Хамирзова. По первому вопросу повестки дня о состоянии наркоситуации и результатах работы, направленной на противодействие наркоситуации на территории Кашхабльского района, доложил начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзаур Гишев. Проектом направлениям оперативно-служебной деятельности межмуниципального отдела МВД России Кашхабльской является борьба с незаконным оборотом наркотиков. По линии незаконного оборота наркотических веществ за 12 месяцев 2015 года на территории обслуживания межмуниципального отдела Кашхабльский было зарегистрировано 7 преступлений, из них выявлено по органам внутренних дел 5. Также было возбуждено 7 главных дел, из них направлено суд с обвинительным заключением в 7. В результате мероприятия из незаконного оборота возведено 832 грамм марихуаны, 50 кустов наркотиков, содержащих растений коробля. В отчетном периоде текущего года по линии незаконного оборота наркотических веществ на территории обслуживания межмуниципального отдела Кашхабльска было выявлено 2 факта незаконного охранения наркотических средств и рихуаны. Преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом, запрещенные к реализации коробительных смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, за отчетный период выявлено не было. На профучете в Кашхабльском районе состоит 21 лицо, допускающее немедицинское потребление наркотических веществ. Из них синдромом зависимости 16 человек, потребляющих эпизодически. В целях профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотерапевтических веществ, выявления источников поступления на территории обслуживания, и выявления риска, занимающихся сбытом наркотических веществ, проводятся оперативно-растные профилактические мероприятия. Об организации и состоянии работы по профилактике наркомании среди учащихся общеобразовательных учреждений и молодежи, в том числе состоящих на профилактическом учете, рассказала заместитель начальника управления образованием Эмма Пиштикова. В целях профилактики преступлений и правонарушений среди учащихся в пропаганде здорового образа жизни, в профилактике наркомании ежемесячно осуществляется сбор и анализ данных о несовершеннолетних, непосещающих или систематически пропускающих учебные занятия без уважительной причины. Для уявления детей, не приступивших к учебному процессу, проводятся профилактические рейды, это в сентябре месяце, дорога в школу, в силу обуч и в течение всего года. В начале учебного года в общевразовательных учреждениях района составлены и утверждены планы мероприятий по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни, в соответствии с которыми ведется работа среди учащихся школ. По третьему вопросу повестки дня, проводимой работе по профилактике и предупреждению злоупотребления наркотиками в муниципальных образованиях Ходзинской и Вольнинской сельских поселениях отчитались глава Ходзинского сельского поселения Рамазан Тласнаков и заместитель Вольнинского поселения Наталья Коломазенко. В завершении глава района Заур Хамирзов обратился к главам сельских поселений уделить большее и серьезное внимание этому вопросу и периодически мониторить наркоситуацию в районе.